Сегодня мы с вами закончим пятый пелек трактата Шаббат. Это последняя страница этого пелека, это сегодняшняя Дафьоми, 56-я страница. И здесь тоже продолжение, как мы уже говорили, обсуждений грехов великих людей. Что грехи великих людей нужно понимать согласно Хазарю, значит, согласно каким-то изменениям наших мудрецов Талмуда и Мишны. Что нужно их принимать, не буквально эти грехи, и сделать скидку на то, что Танах обычно описывает грехи великих людей более строго, чем они на самом деле есть. И мы уже говорили на предыдущем уроке, например, про детей Эли, что хотя выглядит простой смысл стихов, что их подозревали в прелюбодеяре, и на самом деле стихи даже так не говорят открыто, говорится, что про них слухи такие пошли. И судя по тому, как Эли их упрекает, тоже выглядит, что он не поверил этим слухам, он говорит, а нехорошо, что про вас такое говорят, в смысле, что если бы действительно Эли думал, что его дети великие священники, близкие к первосвященнику, люди аж в месте, где женщина приходит приносить свои приношения, на святом месте, где храм, в то время храм был в Шило, в городе Шило, еще до времен Русалима. Так вот, если там мамыш и его дети бы занимались прелюбодеянием, Эли бы, наверное, металл гром и молний. Но, наверное, он знал, что люди просто слухи пускают, но тем не менее, что даже слухи такие не должны про таких цадики, про таких праздников идти, распространяться. Во всяком случае, дети Эли, согласно Хазаль, не были грешны мамыш, виновны в прелюбодеянии. Ну, мы уже говорили, было мнение, опять же, самих же Хазаль, что один из мудрецов здесь считает, что один только из детей Эли занимался прелюбодеянием, второй не занимался. А дальше на нашей странице упоминаются дети Шмуля. Про них тоже в Танах, да, книга Шмуля говорит, что они не шли по путям своего отца и повернули в сторону мзды, да, бедца. Так вот, вопрос, в чем их вина? Опять же, здесь Хазаль сразу же смягчает весь этот грех, говоря, что не то, что мамыш, они подкупные были какие-то, да, судьи. Ведь Шмуль, он был еще и судья, то есть он ездил, он был пророком, но также он тяжбы рассматривал и был очень честным, кристально честным человеком. Позже, когда он передавал власть Шаулю, он сказал, да, есть ли против меня хоть какая-то тайна? Все было абсолютно чисто у него, репутация была абсолютно прекрасной. А вот про его детей нельзя было такого же сказать. Но Хазаль говорит, что не то, что они мамаш брали взятки, просто они не делали так же, как Шмуль, который везде разъезжал, ни от кого никогда ничего не хотел брать, даже когда это разрешено. И сам постоянно появлялся в разных городах и пытался везде быть доступным, чтобы рассудить евреев. А они уже сидели как бы на месте, у них были, видимо, какая-то бюрократия, в общем, развели. У них были какие-то их софремы, какие-то работники, которые, да, уже не так просто было до них достучаться, и нужно было, видимо, какие-то платить, может быть, комиссионные какие-то, или что-то, чтобы до них добраться. Во всяком случае, уже выглядело, что они не настолько чистые, как их отец в этом отношении, настолько щепетильные, как говорят по-русски, не настолько щепетильные были, как их отец в отношении денег, и чтобы была кристально чистая репутация. Следующий, кто считается, что не так уж согрешил, это Давид. Конечно, самое важное, да, эпизод в его жизни, самый важный, когда он согрешил с Батшевой. И Хазаль здесь говорят, что на самом деле Батшева была не замужем, и что на самом деле Давид имел, в принципе, право взять ее как пелегеш, как наложницу, даже женись бы для этого не нужна. Для царя, во всяком случае, Рамбам согласен, что царь может взять наложницу. Может ли обычный человек брать наложницу? Это другой диспут, я же не буду в это вдаваться. Во всяком случае, то, что взял Батшеву, которая ему понравилась, красавицу Батшеву, никакого запрета не было. А то, что она считается женой Урия Ахити, она не была мама женой, а Урия, когда уходил на войну, на всякий случай дал ей гет, вдруг он не вернется. Развелся с ней фактически. Технически отдал, он с ней развелся, но она его, в принципе, ожидала, как обычно ожидает жена. Вдруг муж вернется, скорее всего, муж вернется с войны. На всякий случай давали развод, вдруг муж не вернется, и чтобы не было агуна, и чтобы не было, когда пропал муж без вести, не застряла жена, что не может выйти замуж за другого. Поэтому не было принято всегда давать развод во время, когда они уходили на войну. Это, значит, мнение, которое здесь цитируют наши мудрецы. Но не все с этим согласны, опять же. И в другом месте в Талмуде, в Таразийске Тубот, выглядит так, что она была все-таки замужней. Есть много разных мнений насчет всего этого, и согласно простому смыслу того, что уже написано в стихах книги Шмуэля, и согласно, как я сказал, уже Хазаль тоже не все согласились с тем, что вообще практически, получается, не было греха в том, что Давид сделает Бадшевой. Только это было, может быть, нехорошо, нехорошо было так поступать, что жена, которая дожидается своего мужа, что он вернется с войны и снова на ней женится, или аннулирует Гет, как это технически у них делается, это уже другой вопрос. Вот, а при этом кто-то другой пока что ее взял. Это как если, знаете, вот сегодня, например, человек уже встречается с женщиной, и у них уже идет шидух, фактически он уже надеется на ней жениться, она почти его невеста, а вот, например, тот другой стал ее перебивать, да, это будет несправедливо, хотя, может быть, это не будет, конечно, это не будет как грех чужой жены, но это неправильно, если они уже вроде любят друг друга и готовы пожениться, а кто-то пытается ее заполучить. Вот, может быть, будет несправедливо. Также вот здесь, то, что Давид ее взял, когда она, в принципе, дожидала своего мужа назад, это было несправедливо. В любом случае, есть еще другой вопрос, который тоже Хазаль вынужден обсуждать, что ведь Давид не только в этом согрешил, он же еще и послал на верную смерть самого Урия, да, то есть потом, когда оказалось, что беременна Батшева, он фактически сделал так, чтобы умер ее муж. Пусть даже смертью храбрых, как говорится, как героям, да, во время войны с ОМОНом, любный ОМОН, но все равно сам факт, что он его туда послал и именно приказал главнокомандующему Юаву сделать так, чтобы Урия фактически попал в большую опасность, то это почти что как убийство можно засчитать. И это тоже Хазаль пытается объяснить, что Урия в каком-то смысле был бунтарем, и поэтому то, что сделал Давид, можно технически найти ему какое-то полуоправдание тоже. Есть еще здесь диспут интересный, что есть мнение среди наших мудрецов, что, оказывается, у Давида был еще один грех. Какой еще один мой был грех? Когда позже гораздо против него взбунтовался Афшалом, его сын, и он убежал из Иерусалима, Давид со своей свитой, те, кто бы остались ему лояльны, быстренько убрался из Иерусалима, видимо, не хотел, чтобы война происходила в самом Иерусалиме. Позже ему удалось, да, и его армии удалось победить Афшалома и остановить бунт. Но, когда он вернулся, он, как говорится, принял лошен-хара, он послушался доноса. А именно произошло следующее. Был такой потомок еще из династии Шауля, который был хромой, и он не присоединился к Давиду. А его слуга, Цива, присоединился и донес на своего господина, говоря, что тот радуется, что сместили Давида и надеется, что вообще власть вернется назад к потомкам Шауля. И Давид поверил этому. Так вот здесь есть диспут, на самом деле, когда он ему поверил, было ли на это какие-то оправдания, может быть, он что-то заметил, дворим не Карим, то, что называется. Цитамамаш приводится в книгах Аллахиха, Офицхайм приводит эту всю историю, чтобы из нее учить, и учиться вот насчет того, насколько можно верить, если есть какие-то дополнительные у человека независимые свидетельства. То есть он из поведения этого человека похоже сделал заключение, что Цива прав. Сначала он себе вообще обещал имущество этого потомка Шауля, но позже он передумал и отдал половину поля Циве. Был не уверен в результате, да, прав ли Цива. В всяком случае, есть здесь мнение, что это тоже был грех Давида, что он послушал Лошенгара. Нельзя же не только говорить Лошенгара, как раз в нашей недельной главе обсуждается запрет на Лошенгара, на рехилут, так сказать, на сплетний, но и слушать нельзя. Это учится в том числе из главы Мишпатим. Лоти Саше Машав. В общем, нельзя было Давиду верить в этот донос. Но другое мнение, как я сказал, что у Давида были причины независимые, и он поэтому не так уж и не прав. Может, и прямо действительно среди семи Шауля все еще была надежда, что если спорят потомки Давида, и такие они кровавые, да, сын против отца встает, и столько людей погибло наверняка во время войны, что может быть люди решат, что хорошо было при Шауле и вернут назад власть потомкам Шауля. Если действительно у него такие были мысли, тогда получается, что Давид правильно сделал, что его наказал. Он не так сильно наказал, он забрал у него часть имущества. Вот. Последний, про кого здесь обсуждает, да, в конце нашего перека, там вот, это Шлому. Опять же, про Шлому Танах говорит, что он строил, мамыш, и предметы идолопоклонства, да, и какие-то жертвенники идолопоклонства. И Хазар пытается сказать, что это не было мамаш, как простой смысл. Видимо, как описывает Датсофрим эту ситуацию, ведь действительно у Шлому было очень много жен. Почему он так много жен взял, это другой вопрос. Ведь царю как раз запрещено брать много слишком жен. Но, видимо, он хотел сделать много союзов с разными нациями, и в том числе, когда у него родятся от этих, в основном, брал чужие страны, которые, видимо, переходили в иудаизм. И если родятся от них дети, то они могли унаследовать престол, возможно, своих стран и повлиять на них, и, возможно, что был бы как бы тикуналам своего рода. Уже в то время, может быть, к монотеизму бы вернулась большая часть, во всяком случае, соседей еврейского народа. Не пришлось бы нам быть единственной нацией монотеистов. Кто знает, как могло бы пойти. Но он уже был не молодым, в результате не смог их контролировать, и трудно столько жен, да, держать. И, наоборот, они в результате получили что-то обратное, что они стали строить, видимо, может быть, иногда приезжали их родственники, опять же, братья, иногда отцы еще живы, или живы. Вот приезжает, допустим, египетский фараон навести свою дочку в Иерусалим, да, дочку замужем за царем Шлому. И она ему заодно строит, да, его тип, да, его место поклонения, да, чтобы он мог принести свои жертвы своим идолам. В общем, получилось все наоборот. Вместо того, чтобы исправить, наоборот, Шлому запустил в самый наш центр, фактически запустил мамаш идолопоклонства. И уже потом, среди потомков царя Игуда, нередко снова и снова возрождалось идолопоклонство. В таком случае, это хотя бы смягчает грех Шлому, что он сам, не то что мамаш, поклонялся идолам, но получалось, что на его деньги, он уже был старый, не мог ничего остановить, и на его деньги делались предметы идолопоклонства, жертвенники культа и тому подобное. И это все засчитывается, как будто он, раз он не остановил, как будто он сам это все сделал. Вот, в общем, последний, кстати, кого упоминают здесь в том самом конце этого перика, это Йошиагу. Чтобы не думали, что он согрешил. А он-то в чем согрешил? Он как раз про него не говорится никакие грехи. Его описывает она как одного из самых лучших царей вообще. Но так он был болтшува своего рода, его же отец и дедушка оба были злодеями. Дедушка Минаша был вообще, наверное, самый худший из всех царей Игуды. И в его длинном правлении, да, за длинное правление евреи вообще почти ничего не соблюдали, судя по всему, и поклонялись идолам. Так вот, когда Йошиагу в его время был найден свиток Торы, потерянный на долгий срок, некоторые говорят, что это был тот свиток, который еще Моше написал, другие говорят, что просто был найден единственный уцелевший свиток Торы. В всяком случае, в его время была огромная чуба произведена. Люди вернулись мамашей, сделали союз со Всевышним, сделали очень успешный Песах был проведен, праздник Песах. Так вот, говорится, что раз говорится, что он своего рода болтшува, то могли подумать, что он до этого грешил. Поэтому там он говорит, что он на самом деле не грешил. Не думайте, что Йошиагу был до этого грешником, что это ошибка. И на этом мы закончим с вами пятый перик трактата Шаббат. И после субботы у нас будет два дафа нужно будет сделать. Нун Зайн и Нун Хэт уже следующей главы. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.